Доброго времени суток, друзья! Здравствуйте! Продолжаем тему с вами лекарственных растений. И перед вами вот такое растение, которое называется Интересное название у нее Яснотка белая. Но оно еще бывает фиолетово-красного цвета. Сейчас я вам покажу. Итак, яснотка белая. А в народе, друзья, все вы прекрасно ее знаете. Эту траву она называется Крапива глухая. Вот так вот, друзья. Все мы ее знаем, но однако же внимания не обращаемся. Итак, значит, как я вам сказала, вот бывают белые. Мы сегодня будем сутку белую разбирать. А она еще бывает вот таким цветом. У нас в основном встречается да вообще в основном встречается вот такой можно встретить. Больше, больше такой. Ну и есть и белая. Так, значит, немного истории, лекарственные значит, свойства этого растения. Химический состав. Ну, немного истории. Итак, это растение. Значит, я буду ее назвать и так, когда яснотка или крапива глухая. значит, распространяется повсеместно везде во всех наших регионах и за пределами растет просто повсеместно. Пользуется это растение изданно, широко использовалось в народной медицине, как противовоспалительное, кровоостанавливающее, противосудожное. Это растение очень хорошо распространяется. Она таким корневищем ползет и прикрепляется. Вот как, например, вы видите, это огромный-огромный лух этой травы. То есть, она друг от друга это многолетнее растение. Далее, значит, как я сказала, проводите судорожное. Итак, значит, будем разбирать ее по порядку. Ботанические свойства я вам рассказывать не буду. Там нам не нужно. Сбор можно собирать с мая по осень, по октябрь даже. Там идут еще такие, она засыхает, там бывают семена небольшие. Ну, бывает, но очень редко они падают. Итак, заготовка, значит, этого сырья можете собирать с мая по июнь. То есть, можно и на цвету собирать, и сами листочки. Видите, она почему называется крапива? У нее листочки как у крапивы. Ну, и срок хранения, естественно, один год. Значит, химический состав этого растения крапивы, глухой крапивы, значит, цветки, яснотки содержат большое количество слизи, дубильных веществ, сапонина, эфирные масла, алкалоиды, аскорбиновая кислота, флавоноиды, холин здесь находится, холин это, можно пить как чай, гистамин, витамин С, а в листьях, кроме этих веществ, перечислено выше, находится каротин, а в корнях гликозид, то есть, применяется все. Ну и формулевические свойства этого яснотки белые, обладает довольно широким спектром действия, значит, противоспалительным, успокаивающим, крабоочистительным, то есть, очищает нашу кровь, всевозможного хлама, что называется, противосудорожным, вяжущим, а также яснотка или крапива глухая, разжижает мокроту, то есть, это очень для кашля, то есть, ее можно совмещать. Эта трава очень горькая, поэтому ее можно соединять с другими травами, например, по которой разжигают мокроту. Но опять нужно быть осторожным, все это консультировать с лечащим доктором, без него никуда. Обладаем, значит, также яснотка обладает снотворным действием, то есть, как бы, успокаивающим действием. Яснотка обладает и другими свойствами, такими, ну, ее же отхаркивающим, мочегонным и крововосстанавливающим. Значит, в традиционной медицине, в народной медицине, в традиционной медицине она практически не применяется в нашем стране, в других странах она применяется. В народной медицине широко применяются цветки яснотки белые, поскольку обладают множественными, как я уже сказала, полезными свойствами. Настой цветков применяется при воспалении таких заболеваний, как почек и мочевыводящих паутей, при желтухе, малокровии и нервном возмущении бессонницы, болезни дыхательных путей и желудочным кишечным трактинам, значит, успокаивающие средства его еще применяют. Кроме того, яснотка применяется как на крововосстанавливающую, я уже сказала, при циститах, оритритах, невритах, крапивнице и при лечении раны. Так, для женских заболеваний маточных кровотечений. В народном медицине препарат из цветков яснотки применяется при расстройстве болезней также женских менструальных, мочевого пузыря, туберкулезу легких, бронхиты, золотухи, настойки применяются, настойка из порошка, яснотки используются при нарушении, при ушибах, экземии, крапивнице, а также даже для ожога применяется. Настой цветков травы яснотка применяется при присыпи и язвах. Сок цветков, листья, листья такие, они такие, как у крапивы, рекомендуется внутрь и даже детям при диатезе. Но опять же все нужно консультироваться. Настой цветков яснотки белый используют для полоскания горла, так как она является противовоспалительным средством против ангины. Цветки яснотки входят в сбор аллергических дерматитов, там, угрях. То есть можно протирать лицо у кого угри. Ну и последнее значит это сырье у этого растения, которое называется крапива глухая или яснотка, есть противопоказания. Естественно, как у любой травы, другую. Яснотка белая, она считается не ядовитое растение, и поэтому если вдруг у вас произойдет какая-то передрозировка, то вам ничего совершенно не грызит. Вот это тоже плюс большой. Также не рекомендуется яснотка применять у кого повышенность, свертанность крови и гипотония, и естественно беременным, ну и видите, даже детям тоже можно применять. Ну естественно с осторожностью и с консультацией, лечным доктором. Поэтому если вы принимаете какие-то препараты и сочетание травы и препаратов, тут нужно быть осторожным. Поэтому друг из я, я вас сегодня ознакомила с такой травой, которая называется яснотка или крапива глухая. Бывает два вида, значит белая и вот другая синяя, вот таким цветом бывает. Чаще вы можете встретить эту, ну и можете белую. встретить. Растет она повсеместно во всех регионах, можете встретить. И поэтому сейчас будет время сбора лекарственных растений и не поренитесь собрать это растение, оно вам просто пригодится в сезон гриппа и так далее ОРЦ. Вот у кого проблемы с горы, полоскание, как я уже сказала выше, поэтому друзья, берегите себя, пользуйтесь народными средствами и я вам желаю здоровья, не забывайте о народных средствах, ягодах, плодах и так далее. Берегите себя и будьте здоровы. Пока-пока, до новых встреч.